Вот это вот растение, соломоцвет, двузубый, оно в диком виде произрастает у нас на Дальнем Востоке, так и же в Китае, в Корее, понижающее артериальное давление, как иммуностимулятор, противопростудное, то есть там целый набор. Это экзотическое для Алтая растение оказалось тут не случайно. В начале текущего года из Китая прибыло полторы сотни килограммов семян. От привычного лопуха и одуанчика до самых экзотических. Всего 16 видов. Сергей Семенов рассказывает, ими засеяли несколько опытных полей в разных частях Сибири, в том числе 6 гектаров в Алтайском крае, в Советском, Павловском, Алтайском районах, а также на опытной площадке Западно-Сибирского ботанического сада Алтайского госуниверситета, рядом с Барнаулом. Китайским травникам Алтай приглянулся неспроста. Часть земель у нас в Алтайском крае, они не обрабатывались по всем нормам с применением полного спектра гербицидов, пестицидов. И земли у нас, как сейчас говорят, в очень хорошем состоянии и пригодны для органического земледелия. Цель эксперимента – оценить, насколько хороший урожай способна дать земля алтайская. Сергей рассказывает, заказчики, приезжавшие в начале осени на сбор урожая, остались довольны. По их словам, многие культуры на Алтае чувствуют себя лучше, чем, скажем, в Томской области. Климат мягче. А дуванчик, в данном случае монгольский. Вот наш человек, когда видит такое на своем огороде, что он делает? Он вот так вот выкапывает и выбрасывает сорняк. А китайцу другое приходит на ум. Первое – его можно съесть. Отлично идет весенний салат. Во-вторых, в медицине используется как противопростудное, как минимум, средство. И вот из этого корня получается прекрасный, говорят, напиток, заменитель кофе. Причем сразу сладкий. По словам ученых, первый урожай – лишь начало большого эксперимента. Растения многолетние, исследовать их урожайность, качественные показатели предстоит следующие 3-4 года. После чего, если китайская сторона будет довольна результатами, на Алтае могут появиться целые поля таких вот целебных одуванчиков и лопухов. Лега Четков, Алексей Фризин. Наши новости.